Привет, Уля, моя красотуля, на свой новый влог. И я вам обещала рассказать про косметоз, который я заказала, антивозрастной, на randegu.ru. У меня это, в данном случае, всё от UnYul. Это тонер. Это крем антивозрастной. И антивозрастной тоже крем для глаз. Здесь, кстати, у тонера бутылка из стекла. Стеклянная, тяжёлая такая бутылка. Я, кстати, не убираю вот эту затычку, которая здесь находится. Ну, мне уже нужно было его перевозить. Я боялась, что он прольётся. Как я делаю? Я после умывания наношу на ватный диск тонер. Он имеет такую немного густоватую текстуру, не как водичка. И просто протираю лицо ватным диском. Тонер с муцином улитки. Он у нас разглаживает морщинки, делает кожу более светлой, более ровный тон. И, конечно же, увлажняет. Я люблю тонеры. Мне нравятся разных компаний. Это тоже мне очень понравилось. Он не вызывает никакого жения, никаких неприятных ощущений. Очень хорошо увлажняет. Даже могу сказать, что иногда не хочется применять крем. И у нас здесь ещё есть экстракты фризантемы, белой коры ивы, корни алоэ, лотоса и душицы. Кстати, на randewu.ru продлили акцию. Скидки до 50% на косметику и парфюмерию, девочки, до 31 июля. Я вам оставлю, как обычно, промокод на 10%. И этот промокод суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Далее у нас идёт вот такой крем от Unyul для кожи вокруг глаз. Крем довольно мощный. Он отлично разглаживает мелкие морщинки и, как я думаю, предотвращает появление других. Впитывается легко, не вызывает никакой жирности. Распределяется тоже легко. Я ещё так похлопываю. У него очень приятный такой аромат цветочный. Он у нас даёт лифтинг-эффект, подтягивает кожу под глазами. Тут, кстати, в нём есть компонент. Называется Olufeline, разработанный в французской лаборатории Сиздерма, который как раз-таки предотвращает появление морщин. Его однозначно рекомендую. Бюджетный хороший вариант антивозрастного крема. И третий экземплярчик у нас вот такой. Красивая баночка, стекло. Это у нас премиум крем. Он так и называется. Премиум. Он молочного цвета. Здесь у нас экстракт джиншеня, экстракт маточного молочка. Он также не даёт жирного блеска на лице. Он хорошо впитывается. Очень приятный крем. Отлично укрепляет тургур кожи. Также он подтягивает. То есть эффект лифтинга чувствуется после его применения. И там огромное количество разных экстрактов. Ссылку я вам оставлю в описании вообще на все продукты. И почитайте про него. Очень достойный, кстати, крем после 35. Мне всё нравится. Он быстро впитывается. Никакой жирной липкой плёнки нет. Всё круто. И также он подходит на область шеи. Так, сейчас будем приводить себя в порядок. Брови она вела. Тон я сделала. И сейчас хочу катрисовский вот этот бронзер, который вам показывала Holiday Skin. Хочу вам его продемонстрировать. Кстати, бьюти-видео надо выпустить. Наверное, после этого влога и выйдет оно. Он не рыжий. Очень красивый цвет загара. Красно-лето самое оно. Revolution. Makeup Revolution. Glow. Люстра называется. Цвет, как я понимаю. Glow Splendor. Ultra Glow Highlighter. Хайлайтер, который заменил мне полностью хайлайтер Catrice. Мой любимый, лимитку, у которого сломалась крышка. Вы знаете, огромная вот эта шайба. Но эта шайба не особо меньше, но здесь упаковка получше. И это вот такой красивый розово-жемчужный хайлайтер, который не подчёркивает никакие текстуры на лице. Очень красивый оттенок. Только подсвечиваю. Такое здоровое сияние лица получается. Безумно красивый. Я всё переживала, что я не найду замену. Нет, нашла. Я теперь могу брать его с собой. У него нет крупных хлопьев. Он, наоборот, ложится таким тоненьким слоем. И всё. Боже, такая красота. Девочки, очень рекомендую. Посмотрите, какая красивая упаковка. И наполнение тоже очень классное. Ну вот уже губки симпатичные. И осталось реснички хочу и стрелки. Реснички я вам показывала уже протест целую. Big Lash от Makeup Revolution. Вот такая тушь. Она водостойкая. Мне нужна была водостойкая тушь. Хотя я ресницы, да, собираюсь делать. И часто тоже хочется походить, чтобы ничего не отпечатывалось и даже искупаться. Она даёт классный объём. Она свежая и всё равно уже объём на глазах. Так что на рандеву представлено огромное количество косметики от Makeup Revolution. Я там уже насмотрела сыворотку. И мы всё-таки выбрали аромат из аромабокса для него. И Сане надо заказать аромат. Ну вот такие объёмные реснички получились. Красиво два слоя нанесла. И у них есть офигенная подводка. У Makeup Revolution у меня провок. Вот такая. Девочки, с новейшим веком, если у вас когда-то отпечатывалась хоть какая-то подводка, это вообще не отпечатывается. Я с таким удовольствием ей крашусь. У неё фетровый аппликатор. И он очень мягкий и легко рисовать очень тоненькие линии. То есть стрелочка будет вообще прям тоненькая-тоненькая. Ультра-чёрный цвет. Она не матовая. То есть стрелу будет видно за версту. Ну вот, я готова. Лёгкий макияж. Так что, девочки, очень достойные продукты. Рекомендую. Нравится пользоваться. Ссылки, конечно же, и оставлю. И про промокод тоже не забывайте. На самом деле, там огромное количество косметики. Есть, что выбрать. Что я себе взяла для губ? Вы спрашивали. Во-первых, почти всё Стеллари. Есть ещё и пару карандашей от Vivienne Sabo 0302. Но в основном это 015. Это 15-й номер карандаша от Стеллари. И 06-й капучино. Также есть у меня веганская Catrice. Очень красивый оттенок. Ну и всё остальное Стеллари. Эти два блеска вообще просто обожаю. И оттенки помад 06-07. Здесь 01. Очень приятный. 02-06-05-04. И ещё у меня плампинги. В сумке лежат от Catrice новые. У нас раннее утро. Мы уже проснулись. И, как обычно, утро начинается на моём балконе. Я уже заварила себе кофеёк. День сегодня офигенный. Тепло. Я бы даже сказала, жарко. Но самое интересное, что последние три дня море холодное. Мы ещё не ходили, потому что нефиг там делать. Там же холодное море. Хочется покупаться. Если кто не знает, я не люблю лежать загорать. Это для меня смертеподобно. Если я буду купаться, то я иду на пляж. Если не купаться, то я на пляж, в общем-то, не иду. Спрашивали у меня по поводу кишечной палочки. Сейчас на всём побережье кишечная палочка. Так что готовимся к ротовирусу. Очень рекомендую одну процедурку. Моя подруга каждый год, у неё двое деток, каждый год, когда они приезжают на побережье, они сейчас в ЛОО, каждый год она давала перед сном каждому ребёнку энтеросгель по ложечке. И в этом году, и все четыре года никакого ротовируса они не хватали. Весь отдых, каждый день она это делала. И сами они ели тоже. В этом году она решила пропустить эту процедуру. В итоге что? Все с ротовирусом. Поэтому, девчонки, энтеросгель. Может, для кого-то полисор будет лучше. Ну, как бы, просто не полениться и всё. И профилактику себе делать. Мы сейчас пойдём гулять с собаками. Погода прекрасная. Смотрите, какие у меня гулены. У нас тут райончик облагораживают. Уже асфальт постелили. Там, где коттеджи стоят. Девочки такие коттеджи красивые. Но, к сожалению, сейчас выросли цены на недвижимость. Очень сильно. Я не знаю, сколько стоит. Даже маленькие, наверное, ляма в 20. Да что говорить, наша квартира в три раза выросла в цене. Что там, ещё кто-то сходил? Мася, красавчик. Господи, как в него это помещается. Такие красивые клумбочки тут люди себе делают. Плащие. Вот мне такой одноэтажный. И вообще, как раз его продают. Где только денег взять столько? Я не знаю, сколько надо работать. Такой красивый вид. Сейчас чуть на горочку поднимаемся. Там горы, хребты видны. Девчули, заказали суши. Кристина моя посоветовала, сказала, что там очень вкусные, большие порции. Я ещё не смотрела внутрь. Называется эта штука суши-бутик. Вот так. Не дешёвые. Ну, то есть, такие нормальные цены. Филадельфия, вот, пожалуйста, 640. Но, если честно, это очень красиво. Мне очень интересно, что же будет там внутри. Мы взяли... Что мы взяли? Что-то взяли. Так. Перевезли в пакете. Всё упаковано красиво. Давайте посмотрим, что там будет. Я заплатила 2700. Посмотрите, как упаковали. И сейчас посмотрим, что зароли. Девочки, ну всё очень красиво. Пахнет очень свежо. Поэтому, если я не травлюсь и мне понравится, мы будем только там заказывать. Потому что уже вы знаете, кто меня давно смотрит. Так. А достань мне, пожалуйста, вот эту вторую часть заказа. Мы взяли ещё запечённые. Запечённые две порции. Слушайте, ну выглядит очень красиво. И пахнет вкусно. Реально очень вкусно пахнет. Это с креветкой. Это с рыбой красной. И угрем. Клёр такой прям хрустящий будет. И положили кучу и соусов, и васаби, и имбиря. Ну, короче. Сейчас поедим, я вам расскажу. Вкусно это или нет. Боже мой, девочки, мне даже бантик завязали. Ну это же красиво. Господи, вы посмотрите, какой слой рыбы. Они невероятно вкусные. Они даже вкуснее, чем в Якитории. Вот серьёзно, очень вкусные. И свежие. И запечённые Сане очень понравился. Он говорит, обалденно. Девчонки. Холодильник. Шаром пахкати. Вообще дома ничего нет. Мы решили сегодня полдня выделить на то, чтобы съездить за продуктами на рынок. И я возьму вас с собой. И покажу вам цены в Геленджике, в магазинах и на рынке. Что, сколько стоит. И сравним. Так, мы пришли в центр на Платанову аллею. Тут какая-то ярмарка. Сейчас пройдёмся. И пойдём снимем деньги. Банкоматы находятся вот в пассаже. BB пассаж называется. Макдональдс в Геленджике закрыт. И неизвестно, когда откроется. Адидас тоже закрыт. Ну, пошлите в пассаж. Так, ювелирный век. И санлайт на месте. А мы идём в банкомат. Надо в уголок пройти. За магнит косметик. Тут он, видите, близко есть. Вот здесь банкоматы. Мы зашли в карри. Я хочу себе какие-то босоножечки посмотреть. Лёгкие. У меня, кстати, те все из карри живые. Ну, так. Надо что-то глянуть. Может, это будет удобное. Ну, так симпатичная, кстати, обувь летняя в этом году. Шлёпки. Тоже симпатные. Кстати, очень даже симпатичные. Мы зашли на ярмарку. Смотрите, какие красивые изделия. Вообще. Мы, кстати, взяли рахат луком. Дома вам покажу турецкий. Боже, какой он вкусный. Какие корзины красивые. Как обычно, много мёда. Грибочки. Бижутерия разная. Ну, на самом деле, ничего не меняется. Всё как и было. Продают вот кожаные изделия. Ручная работа. Класс. Вот такого рахат лукома мы набрали, девочки. 185 рублей. Килограмм. 100 граммов. Так, черешня сказка. Мёж 180. По 300. Ого, какая черешня. Здрасте. Возьму такую большую. Здрасте. Давай. Давайте нам килограммчик. Тоже, конечно, такую большую я ещё не видела в этом году. Она прям реально огромная. Есть черешня по 200, но выглядит она уже не очень. Нектаринки, ежевика, ягода, инжир есть, мушмула. Вот по 250, да. Тоже классная, да? Да, да. И клубнички можно взять. Клубничка по 200. Краснодарская. Мои молнии. Как же прохладненько в магнице. Мы решили взять всё по максимуму, чтобы потом не бегать в магазины. Сюда не надо, но посмотрим. Может, ты что-то захочешь. Потому что ты пошла. А, не, я посмотрела там. А почему такое дорогое? Он такой стоит? Нет, конечно. Это магнитовский. Так, сыр. Девочки, 800, 900, 700 рублей килограмм. 900, 1300. Ну, это с плесенью не то. А вот обычный российский, вот сметанковый. Кстати, белорусский, отличный сыр. Я вот возьму сметанковый, однозначно. Давай вот этот возьмём. Он по 710 рублей килограмм. И вот ещё белорусский. Очень люблю мраморный. Возьму вот такой кусочек. Ну, это московская. Когда последний раз? Полторы, две тысячи. Последний раз. Нет, мы не такую ели. Ну, сейчас посмотрим. Подожди, вот есть здесь. Правда, швейстская есть. Но тут много сала очень. Я бы взяла лучше. Даже не знаю, девочки, какую бы я взяла. Сыровяленую. Ну, это старая. По ней видно, что она старая. Когда вот такой серый цвет, не стоит брать. Да, это невкусная колбаса. Ну, да уж. Ну, это всё армавир. Не очень. Мне не нравятся вообще нюшные вискобасы. Так, картошка у нас по 35, по 55. Вот этот большой 55, маленький 35. Бананы по 80 рублей. Яблоки. Нектарины по 130. Яблоки. А, плоские персики. Вот, пожалуйста, 230. На рынке 200. Хворожный сыр большой 319. Маленький 159. Вот мы его и возьмём. Может, ты ещё зелью не какую-то хочешь? Нет. Нет? Ну, нет, так нет. А, этот? Сосичку будешь брать? Брю. Давай такую. Так, и нам нужны сосиски или сардельки. Вот мы сюда прошли. Что-то тут есть. Сейчас буду смотреть состав. Так, сосиски мы будем брать. Они как раз на акции. Великолокомский мясокомбинат. Эти детские. Девочки очень вкусные. С сосисками. Без всяких добавок. Так, молоко. Здесь намного дешевле. Вот эта вот кубанская буренка. Здесь всего лишь 109 рублей. 10 за полтора литра. Отборная 3,5. А что со сроком гонности? Так, до 19-го. Отлично. Яйца нам не надо. У нас есть деревенские. А ты хочешь копья? Ну я не знаю. Будем их есть? Я нет. А если ты, тогда бери себе. Йогурты, йогурты, йогурты. Стоят столько же, сколько у нас магнити. Не вижу вообще никакой разницы. Я бы даже взяла... Будешь йогурт? Лишневый возьмем. Четыре штучки. Давай. Так, мы вообще пришли в молоко. Смотрите. Кубанский молочник. Стоят 15. Два с половиной процента. От 4 до 6. Стоят 60 рублей за литр. Кубанская буренка тоже два с половиной процента. Стоят 10 рублей. Кубанская буренка литр. Семьдесят четыре. До ста рублей есть молоко. Блин, можно купить. У нас я не видела до ста рублей. Еще кефир. Кефир по 70 рублей. Отлично. А я ряженку бы еще взяла. Вот такую. Даже здесь срок годности. Нормально. Так, творог. 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 А какой мы брали? Буренку или молочник? Тот вкусный. Ты не помнишь? Вот пятерочки взяли. Вкусный творог такой. На такой решили взяли. Двух процентный стоит 94-95 рублей. Двести, триста пятьдесят граммов. Ну попробуем. Сметана. Сметана, смотрите. Сопленок сливок 76 рублей. Буренка по 100. Домедеревне 100. 84 буренка. 99 молочник. Спасибо. Агрокомплексная сметана. 73 вообще рубля. Двадцати процентная. Надо ее взять. Масло сливочное. Здесь стоит... Не могу сказать, чтобы прям цены отличались. Но чуть-чуть подороже. У нас 180. Где-то так. Средняя цена. Но тысяча изор, тысяча изор. Вообще невкусное масло. Надо брать вот это. Брескетовское. Вкусное. Очень вкусное масло. Так, мы пошли за макаронами. Там в крупы вообще невозможно пробиться. И цены разные подходящие на самом деле. По 50 рублей есть. По 60. По 70. Макфа 70. 60. 75. Борилла, как обычно, блин. Мамочка моя, сколько она стоит? Здесь дороже, чем у нас. И акций на нее нет. Я не буду ее есть. Она невкусная. Может быть попробуем вот эти. Федеричи. Может быть Федеричи эти попробовать. Но они тоже, блин. Я лучше 10 рублей доплачу и возьму. Бориллу. Что ты хочешь? Филини какие-то? Ты вот на этот, что ли? Да? А смотри, есть вот такая форма. Они по 95 рублей. Ну ладно. Птички? Ну давай птички. Прекрасно мне показывает. А вот Гранд Паста. Смотри, она на этом. На акции. Может Гранд Пасту попробуем? Я возьму такую штуку. И давайте попробуем вот эти штуки. Пойдем 105. Мне хватит, пошли. А, нам мясо надо. Сахар есть, нас соль есть. Цена, ну такое. Если честно. Майонез я сама буду делать, как обычно. Знаете, возле чего он остановился? Сейчас, подождите. Зачем он тебе? Я вкуснее готовлю. Ты чего? Пожалуйста. Нет. Масло подсолнечное, блин, на Кубани 100 рублей. Ставрополье. Надо взять, попробовать, что за масло. На. Так, мы с вами в мясо пришли. Смотрите. Вырезка свиная 463. Лопатка 280. Окорок 300. Забедренная 600. Это говядина. Говядина, да, уже пошла. Ну, выкручу, видите. Цены. Такие же, как у нас, ничем не отличаются. Так, куриные крылья буду 10 штук брать. 230. Птица, бедро 179 всего. Окорочок 187. Вот, это мне нравится. Даже очень. Фарш по 300-600 рублей. Смотрите, ставритка маленькая. 260. Барабуля 600. Здесь, любые, дешевле намного, чем у нас в магазинах. Что у нас тут еще есть. Смотрите, селедка 140. Хек 200. Кефаль 430. Сазанчик 250. Ой, какой сазан красивый. Осетр еще 800 килограмм. Сон. 300 рублей килограмм. Панга сус 350. Уже филешка. Ментай 300. Есть уже сразу маринованная рыбка. Пожалуйста, берите до радужку. Устрицы 86 рублей 100 килограмма. Так, мы пришли в замороженную креветку. Королевская сейчас на акции в 30% стоит 600 рублей. Но есть уже магнитовская, расфасованная. Она как-то получше выглядит. Она стоит 650 рублей килограмм. Так что мы взяли, короче, такую пачку. Селедочка 230 матес. И это большая упаковка. Это круто. Надо будет с лучком сделать. Если бы пили водочку, еще бы под водочку. Мороженки по 40 по 50 рублей. По 60, по 100. А, ну это милка 100. Очень много мороженого здесь представлено. Девочки, просто забиты холодильники. Бери какой хочешь. И санкционное. Санкционное. Так, купили абрикосы. И, представляете, как вкусно они пахнут. Не зря взяли у этой женщины черешню. И абрикосы. Черешня просто огромная. Она огромная. Так вкусно пахнет. Еще взяли вот такую черешню. Она чуть подешевле была. Она такая домашняя. Не помню сколько. 200 рублей, что ли. Так, я взяла огурцы-помидоры. Помидоры-бычеркицы по 110 и огурчики по 70 я взяла. И зеленушка мне вот эта вот вся вышла 70 рублей. Мася, что ты там нюхаешь? Так, арбуз взяли. Тоже взяли арбуз. 70 рублей сейчас килограмм. Но вкусный. Уже краснодарский. Так. И магнит нам обошелся в 5300. В фикс-прайсе, девочки, я взяла то, что мне было очень нужно. Коврик для того, чтобы посуду сушить. Очень нужен. Вешалов чуть-чуть взяла. А, и мушмулу я же еще взяла. Мушмулу. Вот эти три штучки 100 рублей. Дороговато. Но зато вкусно. И... Боже мой. У меня слюни текут. Прям вот уже изо рта. Сейчас вот прям брызнет. Парахат луку. Тут и клюква, и роза, и фисташка, и фундук, и... И вообще, блин, и гранат. О, Боже. И у меня сдачу и попросила сладость. Все-таки мы решили поехать на пляж, покупаться. Ну, я попробую воду. Может быть, я туда и не зайду. Скажу так. В этом году машин больше, чем было. И паркуются они в два ряда возле набережной. Это очень неудобно. Очень опасно вообще оставлять машину. Но нам повезло. И еще и тенечки. А сейчас я вам покажу эту бухту. Эту красоту. Вы видите, какой цвет воды красивый? Я у меня захватываю дух каждый раз, когда я это вижу. Сейчас 4 часа. Нет, уже 5. 5 вечера. 5 вечера 30 градусов. Температура не спадает. О, Боже. Вы видите это, да? Не могу сказать, что людей много. Нет, хорошо людей. Мне нравится, когда столько людей. Ну, ветерочек. Может быть, это и к лучшему, потому что жара нереальная. Смотрите. Что, пойдем в воду попробуем? Вдруг она теплая. Оставили, да? Смотри, сколько грибков. Не можно. Нет, столько не было. На самом деле, очень много грибков. И помнишь, они были соломенные. Все бились головой. Ой, я как вспомню, сколько людей билось в них головой. Сейчас поставили другие красивые белые зонтики. Это реально круто. И вот шатры. Также навесы новые сделали. Вот этого не было на садах морей. Все сделали лучше. Мне нравится. Смотри, там лежаки черные тоже классные. Так, смотрите. Прискром платных услуг. Зон шезлонг. Два шезлонга. 600 рублей. До обеда и после обеда еще 600. Матрас к шезлонгу дополнительно. Идет в свободной зоне 300. Свободная зона. Это без зонта. Просто шезлонг. Бунгало 3000 целый день. Это очень удобно, когда ты с семьей. Бунгало, это, я так понимаю, вот эта вот штука с матрасом. Бунгало плюс зонт. И плюс 2 с шезлонга 5000. То есть, короче, если не жалко денег, платите. Ну вот, я на фоне моречка, девочки. А то я постоянно вам что-то снимаю. Себя на фоне. Между прочим, еще ни разу в этом году. Ветер, конечно, вообще жесть. Так, волны принесли водоросли. Здесь, кстати, зона для детей. Сыпаются детки. Ну что, первый раз за год. Много мусора и медузы. У-ху! Нет, я не пойду купаться. Очень холодная вода. У детей все губы синие, девочки. Ну и купается, на самом деле, немного людей.